Добро пожаловать в Западная Казахстанская область! Поехали! Приехали! Ю-ху! Сегодня в выпуске Токсайская жрица, Степная пирамида, гора Айдарла и самый маленький водопад в мире. Ну так говорят. Поехали! Доброе утро! Сегодня 22 сентября. Мы находимся в Западной Казахстанской области. В данный момент сейчас в городе Уральск. 5 часов утра. И выдвигаемся сегодня смотреть другие достопримечательности области. Поехали на трассу Уральск-Оренбург. Также эта дорога ведет в город Ахсай. Выезжаем из села Пойма. Дороги тут оставляют. Желать лучшего. Очень много ям. Старый Ахсай. После населенного пункта Долинный. Повернули вот тут направо. И вон там вот в степи. Вижу что-то вроде мавзолея. Там туда, да? Я так понимаю. Да. Это у нас вот первая точка. Таксайская царица. Также еще называют Таксайская принцесса. Недалеко здесь оказывается еще находится станция Таксай. Вот такое вот место. Там вот какой-то есть плакат. Сейчас туда тоже сходим. Это вот, кстати, мы видели ранее в музее. В городе Урал. Урал-Каласанда-Городок музей. Которые верят, верят в то, что она несла какой-то вот целительницей. Да, как будто верят в это. Вот корреспондент назвали Алхан Хаджаим. А на самом деле она была шаманкой. Она была шаманкой. Институт археологии. Тазовые кости были сроченные. Вот она, говорит, не ходила, хромала. Если даже она ходила, она очень хромала. И вот есть такой знаменитый хазан. Ну и убор, если она модель мира, модель мира, они верили в трехчастный мир. Нижний, средний и верхний мир. И верхний мир всегда, вот ни на одном головном уборе, если вы обратите внимание на золотых людей, которые у нас есть в Казахстане, и где бы ни находили, всегда травоядное животное. Это жертвенное животное, которое приносили в животное. Это не плечонки, это были украшения, плыки-зубок. Это было украшение и в шкатулке, ореховая шкатулка лежала в ее яме, и вот в ореховой шкатулке две лапы волка было. И вот она этим, вот это вот, вот это волка, да, и были преданы, как волки. Вот это вот. Также помимо этого места, там тоже косы идут раскопки. Говорят, еще три или четыре могильника раскопывают. Вот, еще сказали, что оказывается, когда нашли вот эти могильники, так скажем, именно таксайской жрицы, могила была вообще не тронута. Вот говорят, что ее никто не трогал, и она сохранилась в том состоянии, в котором было изначально. И археологам получилось изучить очень много информации. Про это место наши коллеги здесь, вот журналисты с нами ездят, они напишут статью, обязательно все ссылки на статьи будут в комментариях под видео. Можно будет почитать, я так думаю, и на русском языке, и на казахском языке. Оказывается, в могиле нашли аж почти три килограмма золота. В дальнейшем все это, конечно, увезли. Говорят, что все золото как бы в Астане. А то, что вот в музее в Уральске, это все копии. И как бы я не знаю, в Астане можно ли будет увидеть оригинал или нет. Ну, если вдруг вы знаете на это ответ, пожалуйста, дайте знать. Если вдруг там ходили в музей, не знаю, там центральный музей, или золотой фонд, или вот этот новый музей, где типа есть отдельный зал золота, может быть оно там, кстати говоря. Субтитры создавал DimaTorzok Дом Мавзолея Токсайской царицы от города Уральск ехать примерно 60 километров. А теперь мы едем на следующую локацию, называется Хархоба. Это еще 40 километров отсюда, от Мавзолея. На улице моросит, довольно очень прохладно, такой очень холодный ветер. Повернулись трассы в сторону Понсай. Местная вода разливается в городе Уральск. Вроде как уже подъезжаем. Вот он там уже видны, вот более отчетливые курганы. Вот оно, то самое место, Степная пирамида. Лечен на казахском, называют Дала пирамида. Это место находится примерно в 100 километрах от города Уральск. Дорога так пойдет. Часть дороги, так скажем, степная. Но вроде как можно проехать на любом автомобиле, если не будет дождя. Вот, данное место называется Хархоба. Переводится как 40 курганов. По пути мы также видели еще, кажется, три кургана. Здесь еще вот один большой и вроде как еще два маленьких кургана есть. И примерно, так скажем, насчитывается 40 курганов. Здесь есть вот такая табличка. Хархоба 1. Курганда Робасы. Иртидегет темирдавры. Есть киркэш. Мемлекет Курганда. Так, темирдавры, это, я так понимаю, железный век. Типа того, кажется. Так, вот это, сказали, самый большой, крупный курган. Высота 100, ой, 18 метров. Можно заметить, как он возвышается. Вокруг кургана есть вот такая вот земля, такое углубление. Будто, знаете, если водой залить, то вокруг кургана появится ров. Так, поднимаемся на курган. Есть небольшая тропа. Вот мы и на верхней точке. На удивление, здесь хорошо ловит теледва, работает даже интернет. Вот такие вот места. О, смотрите, какое углубление здесь наверху кургана есть. Видимо, здесь накапливается вода. И питает вот эти растения. Прикольно смотрится. И, как я ранее подметил, вокруг кургана есть типа ров, углубление. Тоже, видимо, скапливается вода. И прорастают вот эти разные кустарники. А там вот можно наблюдать еще вот эти курганы. Но они такие, знаете, уже не совсем круглые. Интересные формы довольно-таки. Продолжение следует... И это только начало дня, так как сейчас 9.30 утра. И наши приключения с Тур Вест Каз продолжаются. Все ссылки на материалы и дополнительную информацию будут в комментариях под этим видео. Приятного просмотра! Субтитры подогнал «Симон»! Едем дальше. Вернулись на асфальт. Субтитры подогнал «Симон»! Вон, видите, да? Кафе «Апельсин». Вот здесь на дороге заживало. Едем в город Ахсай со стороны города Уральск. «Симон»! «Берляула». Село Берля. Тут вот есть спорткомплекс. И сейчас будем уходить в сторону города Ахсай. Так, здесь вот Ахсай направо, 35 километров. Берля налево. А если ехать прямо вон туда, то туда, это в Баренбург дорога. Карау, Баузина. Заехали в город Ахсай, пообедали. Теперь едем дальше. С дороги Ахсай-Жампите свернули в сторону аула Ахблак. Хороший асфальт пропал. Едем вот по такой неплохой дороге. Видимо, раньше был асфальт щебенкой. Щебенка? Айбулак, как давно вы занимаетесь туризмом? Ну, именно экскурсиями с 2004 года работаем по Западно-Казахстанской области. По пути вон там вдали видны меловые горы. Вон в той стороне. А мы едем дальше. Дорога, конечно, так себе. В селе асфальта нет в плане асфальтированных дорог. Но зато я вижу газовые трубы. Видимо, есть газ. Выехали из-за ула. Едем вот по такой дороге. Едем вдоль лесополосы. Уже вот подъехали к горя и до орла. Может, мы копнем здесь? Получается, самая высокая точка вот этого района, да? Нет. Даже не так? Вторая. Высокая там находится. Ага. Но там вид не очень. Мы находимся на горе Айдарлы. Примерно 240 метров над уровнем моря. Вон там, сказали, находится Алакантау. Также на этой горе находятся, как раз, вот курганы. Говорят, что они уже грабленные. Раскопанные. Такая, получается, холмистая местность. Для данного района считается, что это как бы горы. Вот. Здесь вот такие даже небольшие леса есть вон там внизу. Вон там прям осень-осень. Красиво очень. Данная местность находится, ну, прилично ехать, если честно. Именно от города Уральск. Мы, наверное, проехали, наверное, километров 150-200, может, даже. Конечно, моя маленькая камера тут, так скажем, много чего не передает. Вот, вон, в той стороне, к примеру, есть такие, типа, меловые горы с белым оттенком. Erik, мовы, мы же сумеет. Игорь, ма. РедStarheim. Игорь, мосерbras. О, Bong Bakas. так спустились под гору вот такие вот леса были видны сверху небольшие дуги в рам деревьев спустились вниз с горы айдарлы сюда вот вот эти горы называются егестау то есть горы близнецы реально похожи также рядом с ними есть вот такие вот небольшие сопки тоже а Айбулат, сколько еще компаний занимаются в Западноказахстанской области внутренним туризмом? Ну, компании, турфирмы есть, но из них никто не занимается внутренним. Хотя они себя, конечно, позиционируют, я на сайте пишу, что они экскурсию проводят. Но лично на практике я только этим занимаюсь. Только ваша компания? Да, и больше никого нет. А так в Заквов более 50 компаний, но большинство занимаются выездным туризмом. Ребята сходили в горы, нашли вот такие вот щупальца-белеменитов, моллюски, короче, там не знаю какого века. Вот так выглядят. Выехали дальше. У нас тут по плану еще, оказывается, несколько гор будут по пути. Выехали к какому-то дому. Приехали на смотровую площадку. Отсюда вот видны те горы, в которых мы были. Есть тут вот такие прикольные растения. Другая сторона смотровой площадки. Выехали на дорогу. Приехали еще в одно место. Какие здесь? Вот есть холмы, горы. Гора Торат-Пас. И слева то, что видели, это Холштау. Оказывается, тоже есть свои легенды про эти места. Говорят, что раньше вот эта вот часть была похожа очень на голову лошадей. Также тут в этой местности есть, видимо, здесь речка протекает. Так как там, вон там есть небольшой лес. Если честно, я даже предположить не мог, что в ЗКО есть такие места. Смотрите, какой я вид отсюда нашел. Классный просто. Красота. Вот это вот красота. Повезло, что приехали сюда осенью. Карпат. Субтитры подогнал «Симон». Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот и добрались до тех самых гор Если кому интересно то в интернете можно поискать Субтитры сделал DimaTorzok Как раз про эту местность Субтитры сделал DimaTorzok 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 Другие дороги здесь Мы едем в Харагаш Аула? Да ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СТОЛЬНЫЙ ПОДОЛЖАНИЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Местами есть вот такая белая дорога, это мел, да, меловые дороги, вообще прикольно, и пыль от них белая. Это вот Аргашауло, как говорится старая название? Новопетровка. Мы проезжаем мимо, едем дальше. Кажется на последнюю локацию не успеваем, так что на этом все, на сегодня точнее уже все, и как бы поедем в следующем видео поедем на другую локацию, которые должны были сегодня успеть. Так что спасибо, до скорой встречи и пока-пока, увидимся. Спасибо. Спасибо. Спасибо.